МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в улётном видео по-русски. Тучи над городом встали. В Новороссийске не понаслышке знают, что такое торнадо. Как закалялась сталь? Липецких металлургов занесло песком. Нормальная одежда. Догнать и перегнать. Пермь за два часа переплюнула Венецию. Апокалипсис сегодня. Как сиферопольских синоптиков градом побило. Огромная чашка. Вот пельмешки такие. Выпали. Неспортивное поведение. Гладиаторские бои вместо футбола. Что ты делаешь? Футбол с огоньком. Петарды фанатам не игрушка. АПЛОДИСМЕНТЫ Шедевр мировой литературы. По чьим мозгам бьёт безграмотность? АПЛОДИСМЕНТЫ Ленин и бревно. Не стоит переписывать историю. Дело неблагодарное. АПЛОДИСМЕНТЫ Падайте на пропитание. Голод отечественным котам не тётка. АПЛОДИСМЕНТЫ Где на рейде стоят несколько кораблей, почтили своим вниманием целых шесть смерчей. Воронки образуются прямо на глазах моряков. АПЛОДИСМЕНТЫ Впрочем, такие же чудеса предстают взору в соседних, Кабардинке и Геленджике. Появляются и исчезают смерчи с периодичностью в 10 минут. Из тучи вытягивается к низу отросток в виде хобота и постепенно удлиняется. Море под ним начинает буквально кипечь. А затем из воды появляется конус. Оба конца соединяются и образуют крутящийся водяной столб. Обратите внимание, как один из них буквально пожирает корабль. Для парусных судов такие вихри очень опасны. Однако этому многотонному крепышу повезло. Из схватки он вышел практически сухим. А этот красавец решил покозяйничать на просторах славного Новолипецкого металлургического комбината. И кто скажет, что эта затея ему не удалась? Рабочие, увидев такую картину, оторопели. Они себе на родимом предприятии подобных выходок отродясь не позволяли. А тут... Нормально, я держу. В природе такие вихри можно наблюдать в жаркий день где-нибудь на пыльной дороге. Они возникают в восходящем потоке воздуха и живут всего лишь несколько секунд. Этот же нахал шуршит уже добрых 15 минут. Хотя печальный финал не минует и этого долгожителя. А вот по Самарской глубинке смерч прогуливается хоть и недолго, но с большими последствиями для жителей. К примеру, из двух сотен домов села Андросовка крыш лишились 10. В их числе школа, детский сад и местный клуб. При этом создаётся впечатление, что очевидцы, стоящие всего лишь в нескольких километрах от бунтующей стихии, об опасности и не подозревают. Всё поднимается вверх. Семье отдыхающих эта картина напоминает скорее воздушный аттракцион, за который уплачены приличные деньги. Вот столько удовольствия, судя по разочарованному тону оператора-любителя, получить не удаётся. Ну и, считай, ничего не осталось. Да, это на расстоянии всё кажется несерьёзным, вроде как игрушечным. Истинную мощь смерча эти самарские аборигены так и не ощутили на себе. И слава богу. 11 июня. Перм решила помериться силами с Венецией и Питером. Да что там? Переплюнуть! В городе всего лишь за два часа выпадает половина месячной нормы осадков. Образ легендарных городов на воде воссоздают сильная гроза с ливнем и градом. В отдельных районах города гроза лишает перемяков электроэнергии. Центральные улицы мгновенно заполняются мощными потоками воды. Её уровень порой достигает 40 сантиметров. Но чем вам не танец маленьких лебедей из знаменитого балета Чайковского? Ливневая канализация просто не справляется с таким количеством влаги. Легковушки напоминают скорее гондолы, лавирующие по каналам Венеции. Люди, кони, общественный транспорт. В этот день смешалось всё. Синоптики этой водяной фантасмагории выносят вердикт. Интенсивность осадков близкая к уровню опасного метеорологического явления. 27 июня. Алма-Аты изрядно потрепала стихия. Помимо шквального ветра и сильнейшего ливня, в районе Аксай на головы горожанам сыпется ещё и град величиной с вишню. Природа явно не скупится на эмоции. Словно гигантский невидимый лесоруб, шквал забавляется с мощными деревьями. Ну, у нас корнями, ну, смотри, деревья. Кстати, крутой нрав природа показывает алма-атинцам уже второй раз с начала этого года. Припаркованным в бледи деревьев многочисленным авто приходится не сладко. Разбитые лобовое стекло, зеркала и фары – лишь малая талика наград, полученных в этот день легковушками. Я накрыл, б***ь. Этот разгул стихии признан сторожилами самым сильным в истории города. И прямо скажем, непогода этот титул заслужила по праву. Столицу Крыма апокалипсис пожаловал в первый день лет. Как всегда, неожиданно, несмотря на штормовое предупреждение, объявленное на всём Крымском полуострове. С неба на горожан посыпался град. Да какой! Финна – огромная чашка. Вот пельмешки такие. Выпали. Размер некоторых градин был не меньше куриного яйца. Ну, больше брелка сигнализации. Вот так. Дополняем картину стеной дождя, исчезнувшей мобильной связью и разрывающим перепонки воем автомобильной сигнализации. Часть города на несколько часов остаётся без света. Ливни превращают город в реку. Затоплены многие подземные переходы и подвалы домов. Скифия погуляла в Симферополе на 3 миллиона гривен. Настолько похудела городская казна, устраняя последствия июньского урагана. В Подмосковье тоже всё в порядке с запасами града. Отобедать изволите? Накрывайте стол, готовьте фирменное блюдо. А пока суть до дела, мы тут пошумим немного. Летом же оно как приятно освежится, ведь правда? И, кстати, под такое постукивание принимать пищу гораздо веселее. Лавировать между упавшими градинами, гадая при этом, на кого бог пошлёт. Чем не забава? Причём совершенно бесплатная. Далее в программе. Мы за ценой не постоим. Единственный гол в матче Анжи-Зенит спровоцировал беспорядки в Махачкале. ВДВ рулит. Как встретить день десантника по-башкирски и не запятнать честь голубого берета? ВДВ рулит. Что-то кони мне попались привередливые. Хотя скорость для лошади не главная. ВЫЙДИ, КРАСАВИЦА За пять минут до окончания первого тайма на одной из трибун начинается подобие гладиаторских боёв. Сектора прилегающего к восточной трибуне в сторону гостей начинают лететь бутылки. Однако на этом фанаты не останавливаются. Про футбол бравые ребята забывают напрочь. Зрители на соседних трибунах недоумевают. В скором времени метание бутылок и кресел порядком надоедает арбитру. Он решает остановить матч. Позор! 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 За подобные нововведения в футболе Спартак оштрафован на 530 тысяч рублей. Крылья же, не сумевшие обеспечить безопасность во время матча, осчастливили штрафом в 220 тысяч деревянных. Месяц спустя матч 14-го тура премьер-лиги между извечными соперниками Спартаком и Локомотивом получается не менее ярким. Причем в прямом смысле. Один из фанатов во время игры зажигает петарду. Однако на этот раз пиротехнические забавы доводят болельщика до больничной палаты. Петарда взрывается. Сильнейшие ожоги кистей рук и так и не увиденный финальный счет на табло. Печальное, но вполне предсказуемое завершение подобных инициатив. 24 июля. В Махачкале фаер-шоу в рамках футбольного матча между Анжи и Зенитом повторяется. Правда, вначале около двух сотен питерских болельщиков шествуют по центру столицы Дагестана. Синебело-голубые Динамика игры захватывает фанатов обеих команд с первой минуты. Но счет на табло не меняется довольно долго. И постепенно атмосфера на трибунах накаляется. Зажигательные выступления фанатов перерастают в настоящее побоище. Причем в главных ролях в этом спектакле не только бунтующие болельщики, но и полиция, которая вынуждена применить силу. После окончания игры уже на выходе со стадиона Динамо стражи правопорядка арестовывают более десятка особо рьяных фанатов. Да, футбол с огоньком в российской премьер-лиге становится традицией. 2 августа для каждого уважающего себя десантника чуть ли не святой день. С 30-х годов века 20-го голубые береты отмечают эту дату с истинным размахом. Массовые заплывы в фонтанах, кулачные бои, выяснение отношений с полицией придают к торжеству неповторимый оттенок, уверены десантники. Хотя спорить с ними в этот день решаются немногие. Эта сцена из спектакля «Красный день голубых беретов» разыгрывается в славном городе Уфа на площади Салавата Юлаева. Постепенно в игру вовлекаются все новые и новые действующие лица. Остро характерные роли в будущем представлении распределяются аккурат после демобилизации. И каждый год финал этой пьесы невольные зрители, а порой и участники наблюдают с ангельским смирением. Впрочем, ничего другого им не остается. Как видим, страсти кипят не только в день ВДВ. Побунтовать во время Иудейского Нового года. Чем не радость? В сентябре 2009-го паломники-ортодоксы устраивают массовые беспорядки на Украине. В маленький черкасский городок на могилу одного из праведников их съезжается около 30 тысяч. Уже через несколько минут возле дерущихся появляются машины патрульно-постовой службы. Однако зачинщики массовой потасовки окружают милиционеров плотным кольцом. К этому моменту уже есть раненые. Привести в чувство хулиганов стражи порядка решаются с помощью собак и слезоточивого газа. Троих участников побоища арестовывают. Еще 10 депортируют без права возвращения на Украину в течение ближайших 5 лет. Пункт нахуй! Пункт нахуй! В этой же драке занимателен не столько спор сторон, сколько рефери. Представительница прекрасной половины человечества поначалу пытается разнять разволновавшихся рыцарей. Но понимая, что затея обречена на провал, покидает поле боя. Ох, какая тактичность! Один настойчиво предлагает спарринг-партнеру прилечь. Отдохни, мол, дорогой. Утро вечера мудренее. Идите! Добби! Второй же пытается доказать, что силы у него хоть отбавляй. Не стоит его недооценивать. Он, к примеру, и в догонялках силен. В общем, эта парочка и беспрелестниц всегда найдет, чем себя порадовать. Как-то на проселочной дорожке в жаркий полдень повстречались козлики. И нет, чтобы спокойно пастись, травку зеленую щипать. Взялись нерадивые за выяснение отношений. Кто на лужок больше прав имеет? Ну, а тут уж и коза рогатая подоспела. Право собственности, оно, знаете ли, и у парнокопытных в цене. Увещевает родимую скотину. Вернись, милый, дорогой, домой. Семеро козлят по-батьке тоскуют. День и ночь зовут. Но раззадоренные отцы козлиного семейства словно не слышат. Подаются и клянут друг друга, на чем свет стоит. Выяснить же, кому точно принадлежат сочные квадратные метры этим представителям фауны так и не удается. Бойкая хранительница очага предлагает пастбище поближе к дому. Смотрите после рекламы. Слава передовикам производства. До доски почёта не дотянул. Девятый вал. Как отдыхают от искусства его ценители. Давай! Утром деньги, вечером стулья. Классика на службе у усатых полосатых. Рассекая волны, у серфинга отнюдь не женское лицо. Товарищи, ну что смешного-то? Где ваша толерантность? Войдите в положение, в конце концов. Какие правила этикета? О чём вы? Отпахать три смены на заводе без единого перекура. А тут ещё месячный план под угрозой срыва. Хотя, что тут удивляться, когда молодёжь на производство не загонишь? Они ж нынче все по офисам штаны протирают. За длинным рублём в шеренге выстраиваются. Всё ж на нас, ударными пятилетками закалённых и держатся. Опыт же передавать некому. Так что уж, потерпите, сердешные. Дайте вздремнуть маленько. О пенсии помечтать. А это тренировочная база потенциальных морских волков. Первая стадия подготовки к пульству морской пучины проходит в Государственном Русском музее. У знаменитого полотна Айвазовского. Вот там пацаны страху-то натерпелись. Девятый вал! Это вам не шутка. Там такая силища. А потуги местных яхтсменов изобразить настоящую стихию обречены на провал. Давай! Душ, жарко, не более того. Ополоснулись, пёрышки почистили, встряхнулись и к истокам. Туда, где волны бьются о борт корабля, где шквалистый ветер и буря. К Айвазовскому, господа, к подлинным страстям. Кто сказал, что первыми сёрферами были гавайцы? Чушь! Вот уникальные кадры зарождения этого волнующего кровь вида спорта. А это девушка, бредущая по кромке воды. Кто она? Что привело её юную мятежную душу на просторы мирового океана? Эх, надежды при лестнице обуздать пучину морскую разбиваются, а первую же волну... Да... Видимо, первыми сёрферами были всё-таки гавайцы. Уважаемый читатель, знаком ли ты с одним из величайших произведений мировой литературы романом «Всадник без головы»? Ну как же! Ведь в библиотеке каждого уважающего себя книголюба есть это незабвенное произведение Майн Рида. Согласно легенде, «Всадник» — это призрак гессинского кавалериста, которому в сражении оторвало голову пушечным ядром. Тебе, читатель, выпала уникальная возможность познакомиться с прототипом главного героя. Лишь эти кадры, пожалуй, приоткрывают завесу тайны над историей создания литературного шедевра. Теперь ты видишь, мой друг, этому отважному юноше снесло голову задолго до встречи с тобой. Узнаете знаменитый эпизод из жизни вождя мирового пролетариата? Тот самый, когда Владимир Ильич переносит бревно. Ну, помните, дело было во время субботника в Кремле 1 мая 1920 года. Именно это событие вдохновило немало деятелей искусства, а также послужило сюжетом для анекдотов. Созданием последнего, похоже, и занимается эта троица. Правда, тут одним дедушкой Лениным обойдешься вряд ли. Веселые попались предводители рабочих и крестьян. От своего исторического прототипа стараются не отставать. А вот бревну повезло меньше. Эх, бурлит кровушка, эх, не дают братцы разгуляться. Вся жизнь в темнице сырой, но не могу я так. На волю душенька рвется. Вот так бы порвало ковы и на просторы России матушки. Эх, была не была помирать так с музыкой. припоны чините. Остановить вздумали? Не выйдет. Нам нечего терять кроме своих цепей. Отечество о нас еще услышит. ВЗРЫВ ВЗРЫВ Ну, давайте с малого начнем. Господи, что ж зарухлить-то? Бабушкин говорить, антиквариат говорить? Да не волнуйтесь вы так. Стул это лишь первый шаг на пути к свободной от мещанства жизни. Ой, ну народ пошел. За копейку удавится. У Курского вокзал стою я молодой. Подайте к ресторане червонец золотой. Ой, да не пугайте вы нас, пуганные. А все туда же. О гуманизме беседы ведете. Демагогия все это. Чистой воды демагогия. О, девушка, вы бы прошли сюда. Вам здесь точно будет удобнее. Что говорите? Милая, будьте любязны, повторите, пожалуйста, последнюю фразу. Не стесните ли вы нас? Ну что вы, барышня, как можно? У нас здесь и травка зеленее, и воздух чище. А вам, душечка, о здоровье подумать стоит. Вы еще так молодые. Вам бы в четырех стенах то не сидеть. Да иди ж сюда, зараза! Сколько уговаривать-то можно? Ну не о себе, так о других подумай, эгоистка малолетняя. Ой, ну до чего сограждане черствые стали? Олег. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин